Владимир Осечкин, это основатель проекта гулагу.нет, в интервью Билсато заявил, что он с коллегами выстраивает модель взаимодействия с бывшими и действующими сотрудниками силовых структур. И он говорит о том, что генералы Российской Федерации фактически сдают ядерные секретики. Сейчас они рассказывают, они взаимодействуют очень плотно с журналистами, с гражданскими деятелями, в частности, из этого проекта гулагу.нет. И очень много интересного мы можем узнать уже в ближайшие дни, заявляет господин Осечкин. Вот я хочу у вас спросить, насколько серьезно вы бы отнеслись к этой информации, к тому, что один из генералов, в частности, уже дал показания и рассказал, где там в горах что прячется, ядерное, где там ядерное оружие и так далее, насколько серьезно к этому можно относиться. И, исходя из этой информации, стоит ли нам рассчитывать на генеральский бунт в РФ? Ровно исходя из той информации, которую я сегодня тоже услышал от этого человека, основателя ГУЛАГу.нет, не стоит. Потому что он привел, к сожалению, прямо цифры. У него спрашивали, сколько таких, сколько спрашивали эти белорусские журналисты, он сказал 30. 30 офицеров, 30. Всего в России 400 тысяч профессиональных военных. 400 тысяч людей, это либо офицеры, либо сержанты, там, старшины-прапорщики, подписавшие контракт, то есть это те, кто воюет за деньги, не призывники, их 400 тысяч, и из них 30 выбрали такой путь. Это очень мало, это меньше, чем 0.01%, к сожалению. Мы, как мы к этим людям должны относиться? Ну, я считаю, что мы не должны относиться как россияне, не должны кричать им, где вы были 8 лет, пока ваша армия тут уже убивала украинцев и захватывала Крым. Мы должны их принять в объятия. Ну, мы сейчас, я про цивилизацию, не по саму Украину, естественно, про Европу. Им нужно помочь. Да, если они готовы помогать, тем более, там, давать показания, это прекрасно. Даже если они просто готовы перебегать на нашу сторону, пусть даже не воевать, а просто отказываться воевать на стороне Российской Федерации, это уже хорошо. И, как сказал Гарри Каспаров, надо давать им паспорта, которым он не придумал названия, а потом журналисты прозвали их паспортами хороших русских. Как бы неплохо было это название. Да, нужно этим людям давать статус, какой-то статус за границей, если они готовы убегать. Пусть их будет 30. Ну, пусть все-таки на 30 человек нашим военным меньше убивать. И на 30 человек будет меньше, которые будут убивать наших военных. Это очень хорошо. Секреты выдает генерал один из 300 тысяч. Это небогато, прямо скажем, немного. Кроме того, мне кажется, что все данные про каждую боеголовку у американской разведки просто есть. Вот про все, что касается ядерного оружия, местонахождение каждой ядерной боеголовки на учете. В Вашингтоне есть такая амбарная книга. Там сидит специальный генерал и записывает. А вот такая боеголовка переехала из Екатеринбурга в Читу. И все у них записано уже. КОНЕЦ